Больше года назад автомагистраль Москва-Воронеж была сдана на целый день раньше срока. Тут же дорога была обмыта. И не дождями. К ремонту приступили сразу же после банкета. На автомагистрали не сделано. 18 тысяч дренажных воронок. Нет бензоколонок, нет водостоков. И еще одна деталь. Мост через Аку забыли построить. Строительство магистрали обошлось в 30 миллионов рублей. Прекрасным летним днем 1961 года со станции Нахичевань-Донская, Северокавказской железной дороги, был отправлен полноценный груз с соответствующими документами. Шли дни, шел груз, но вестова не прибывала. Исполнилась годовщина пропажи. Начались поиски. Говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Но иногда находит совсем не то, что ищет. В ходе поисков нашлись вагоны с холодильниками, с лезвиями для бритья. В тупиках Московского узла обнаружили вагон с фасолью, простоявшей около года. Фантастика! Да, завтра чего доброго обнаружат состав с прошлогодним снегом. Есть такое учреждение, Московское управление контейнерных перевозок и транспортно-экспедиционных операций. МОСУТЭК. Каждый год, товарищи, оно платит сотни тысяч рублей штрафа за простое вагонов с грузом. А как же наша пропажа? И куда же она запропастилась? А скажите, пожалуйста, вам не попадался вагон с комбайном? А? А приметы шесть тонн с запчастями. Стремительно мчатся составы из Куспаса в магнитогорск. Они везут ценнейший коксующийся уголь. Черное золото. Как видим, можно бросать не только деньги на ветер, но и уголь. Тридцать тысяч вагонов отправлено в магнитогорск. А из каждого четыре тонны уже улетело на ветер. Из ста вагонов, поставляемые железной дорогой шахтом, только восемнадцать пригодно для перевозки коксующегося угля. Вот эти вагоны. Они непригодны. Они страдают недержанием угля. И что же? Они чего? Трест, осенники уголь, исправно платят штрафы. Он принимает претензии, подсчитывает утруску и оплачивает. Из государственного кармана. Утечка. Утруска. Узыпка. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok